Знаете ли вы, что японцы по уровню IQ являются самой умной нацией? Как вы думаете, почему это так? Ответ может удивить, но все больше ученых склоняются к тому, что причина в употреблении йода. Как этот химический элемент влияет на умственные способности? Почему во всем мире отмечается дефицит йода? И чем уникальна Япония? Об этом наше новое видео. Зачем нам йод? Функции этого химического элемента в организме многообразны. Во-первых, он нормализует pH. Во-вторых, защищает ДНК от негативных последствий окислительных процессов. В-третьих, участвует в строении железистой ткани, а значит, определяет здоровье поджелудочной, предстательной, щитовидной, молочной и иных желез. В-четвертых, йод необходим для выработки многих гормонов, в том числе жизненно важных гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу всего организма. В результате недостатка йода развивается заболевание нервной и сердечно-сосудистой систем, формируются кисты и онкологические образования внутренних органов. Не стоит забывать и о еще одной важной способности йода. Этот элемент противодействует накоплению в нашем организме токсичных соединений. Среди наиболее распространенных ядов, которые содержатся в косметике, бытовой химии, воде и даже пище, бром, хлор и фторид. Достаточный запас йода в организме способен защитить от их накопления. Нормы йода Общемировые нормы требуют ежедневного потребления 150 микрограмм йода в день для взрослого человека. Но беременным и кормящим женщинам необходимо не менее 250-290 микрограмм соответственно. Как показывают многочисленные исследования, большинство жителей нашей планеты не потребляют необходимое количество йода. Это связано с тем, что не все имеют доступ к богатой йодам пище, например, к морепродуктам. Да и не всегда реально можно оценить уровень содержания йода в продуктах, поскольку он может отличаться в зависимости от условий выращивания и степени переработки продукта. Дорогие друзья, цените здоровье! А мы будем регулярно помогать вам полезной информацией о его укреплении. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить важное! Уникальность Японии На фоне всего сказанного, Япония разительно выделяется. В этой стране приняты совершенно иные нормы потребления йода. Они в 250 раз превышают мировые. Чем это обусловлено? Японские ученые давно отметили значение йода для здоровья, а также проанализировав мировой опыт, пришли к выводу о недостаточности принятых норм. Повышение уровня потребления йода японцами привело к нескольким крайне важным результатам. Во-первых, в стране существенно вырос уровень IQ. И это не пустой статистический показатель для нации, которая разработала множество современных технологий. Работоспособность японских специалистов хорошо известна. Не последнюю роль в этом играет отсутствие йода-дефицита. Во-вторых, в этой стране практически не встречается умственная отсталость у детей. А это, по словам эндокринологов, напрямую связано с поступлением достаточного количества йода в организм женщины во время беременности и в организм детей на раннем этапе их развития. В-третьих, японцы редко болеют онкологическими заболеваниями щитовидной и молочной желез. Недостаток йода, а вместе с ним и гормонов щитовидки, являются важным фактором возникновения этих заболеваний. Как восполнить запас йода? Всем известный совет употреблять морскую капусту, конечно, хорош. Только не совсем понятно, сколько ее нужно съедать, чтобы точно получить ежедневную норму йода. Йодированная соль и другие продукты с добавками более эффективны, но также не всегда могут помочь в решении проблемы йода-дефицита. Согласитесь, соль не тот продукт, который стоит есть как можно больше. Так как же выйти из положения? Ученые советуют принимать специальные препараты с йодом, но делать это стоит после сдачи анализов на уровень йода в крови. В этом случае вы увидите реальный недостаток этого химического элемента в организме, а препараты позволят восполнить его дозированно. Ведь хотя и крайне редко, но бывает передозировка йода. Она также опасна для организма, так как провоцирует развитие аутоиммунных нарушений щитовидной железы. А как вы насыщаете организм йодом? Расскажите в комментариях. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!